Уважаемые участники слушаний, главное достоинство проекта Кодекса, на мой взгляд, находится в стремлении вернуть избирательное законодательство на путь системности. Я в этой связи хотел бы указать в своем выступлении на два главных, на мой взгляд, недостатка действующего избирательного законодательства. Первое. Действующее избирательное законодательство за счет так называемых точечных изменений, которых больше сотни, двигается по пути утраты системных взаимосвязей норм, наделения избирательных комиссий полномочиями по первичному регулированию избирательных действий, вследствие чего верховенство избирательного закона превращается в квази-верховенство, как бы верховенство. Несколько примеров для подтверждения этого вывода. Статья 10 Федерального закона об основных гарантиях с 2005 года не менялась. Она говорит о дне голосования на выборах. Далее по всему тексту было заложено и остается на сегодня понимание дня голосования как воскресенье. А все, что делается до этого воскресенья, досрочное голосование, сопряженное с дополнительными очерченными законом требованиями к местам, времени и порядку проведения такого. Однако введенная в 2020 году статья 63.1 ломает эту конструкцию. Она говорит о дне голосования на выборах, о голосовании в течение нескольких дней подряд, последнем из указанных дней, последнем дне голосования, любом из указанных дней. В итоге голосование в пятницу и субботу, и даже по закону можно за целую неделю до дня голосования, может как иметь статус досрочного, с вытекающими отсюда всякими требованиями, ограничениями, так и не иметь такого статуса. Во втором случае само понятие день голосования не только утрачивает традиционное содержание, но для голосования в пятницу и субботу правила меняются. Находящаяся вне пределов избирательного законодательства практика ковидного голосования в любых местах 2020 года, она влияет на избирательные законы таким образом, что, например, один новый пункт 18 статьи 66 порядок голосования вне помещения для голосования действие других положений этой статьи фактически отменяет, так как этот пункт позволяет голосовать практически в любом месте, в том числе и на улицах. Новые права избирательным комиссиям предоставляются в последнее время таким образом, что можно на них не обращать никакого внимания. В законе есть голосование по почте, но я, кстати, противник этого голосования, но тем не менее в законе оно есть и реакции никакой. Либо осуществлять вот что сейчас происходит, первичное регулирование, не будучи стесненным отсутствием такого регулирования со стороны закона. Сейчас уже стало обычным, что в нормативных актах избирательных комиссий о голосовании говорится о действии закона с дополнениями, предусмотренными актом комиссии. В итоге избирательные комиссии, вопреки их природе, правоприменительных органов превращаются в органы правотворческие. То есть придумывают и утверждают правила, которые дополняют и изменяют избирательные законы. В отличие от норматива органов исполнительной власти, акты избирательных комиссий не подлежат регистрации в органах юстиции как условия вступления в силу. В последнее время решениями комиссии введены, не предусмотрены избирательными законами, сейф-пакеты для хранения заполненных избирательных бюллетеней, которые по закону до начала подсчета должны размещаться только в ящиках для голосования. Куар-коды на протоколах об итогах голосования, процедуры неоднократного перекладывания заполненных избирательных бюллетеней из ящиков всей пакеты, использование сети интернет, кто ей владеет, известно, для составления списков избирателей и голосования, определения итогов голосования. Территориально-избирательные комиссии дистанционного электронного голосования, вопреки предоставленным статьей 69-67 закона территориальным избирательным комиссиям полномочий, лишены права составлять протоколы об итогах голосования, а итоги ДЭК на участке не отражаются в протоколе участковых избирательных комиссий. И вторая проблема – это проблема круга избирательных прав. В действующем федеральном законе причина и следствие искусственно переставлены местами, что позволяет манипулировать такими понятиями, как права и гарантии. Закон о гарантиях избирательных прав. Если гарантируются какие-то права, то должно быть четко определено, о каких правах идет речь. Надо определить круг избирательных прав и под каждое из них устанавливать гарантии. Сейчас скорее наоборот. В законе речь идет о гарантиях неясно каких прав. А в суды можно обращаться только за защитой нарушенных прав. Суды не защищают гарантии избирательных прав. Один пример. Сейчас на устах у многих дистанционно-электронное голосование, как очень удобный способ голосования. Комиссии по закону получили право вводить дистанционно-электронное голосование и устанавливать его порядок проведения. Москва создала в этом году прецедент. Более двух третей явки на муниципальных выборах пришлось на ДЭК. Это уже не дополнительный способ голосования, а основной. Мировой рекорд. Мы впереди планеты всей. А где в законе закреплено право избирателя голосовать дистанционно? Повторяю, есть только право комиссии вводить ДЭК и регулировать его порядок. Поэтому судебная практика весьма проста. Если человека не включают в список избирателей для ДЭК, то его избирательные права никоим образом не нарушены. Так как тебя же не лишают права голосовать, приходи на участок. Если избиратель заполняет избирательный бюллетень несколько раз, как это сделали в Москве в прошлом году около 300 тысяч человек, то это не нарушение однократности голосования и равных прав избирателей, так как программное обеспечение учитывает только голос, поданный последним. А как проверить, последний или какой-то другой голос учитывается? Те гарантии, которые записаны в законе, адресованы традиционному голосованию и не могут гарантировать ни тайну голосования, ни адекватность учета воли избирателя в протоколе об итогах голосования. Нет ни кабин, ни специальных мест для заполнения бюллетеней, да и сами бюллетени виртуальны. Нет ящиков для голосования. Совершенно хотел бы обратить особое внимание на совершенно иной маршрут движение заполненного виртуального бюллетеня на пути к учету в протоколе об итогах голосования и результатах выборов. Речь идет о движении через интернет, который не нами контролируется, и через несколько информационных систем. Роль членов комиссии сводится к проставлению подписи на бумажном протоколе. Суды говорят, итоги голосования и результаты выборов отражены в бумажном протоколе, который подписан на заседании комиссии, а нарушений тайны голосования и адекватности учета воли избирателей нет, так как это запрещено установленным комиссиям, порядком голосования и программным обеспечением. Избирательное законодательство оперирует избирательными действиями, пытается их регулировать, а программы ДЭГа не знают такого понятия, они оперируют транзакциями. Перевод избирательных действий в транзакции в Москве и по федеральной программе он разный. В итоге получается, что все эти электронные действия, транзакции на языке программы, как бы они ни осуществлялись по имеющейся судебной практике, априори не могут нарушать избирательные права. Разве это способствует укреплению доверия к выборам? Если мы прогласили на весь мир приверженность к традиционным ценностям, то не надо разрушать избирательное законодательство и практику выборов внедрением технологий, которые не вписываются в имеющиеся избирательные права граждан, либо, если придумывать дистанционное голосование, тогда надо новое избирательное законодательство. Поэтому в проекте справедливо предусматривается отказаться от этого. Проект предлагает направить процесс развития избирательного права и выборов не по пути либеральных технологий, а по пути народовластия и укрепления публичной власти за счет опоры на общественное доверие. Спасибо за внимание.